Спонсор программы Место происшествия Ломбард Титан Сеть дисконт-магазинов Титан это огромные ассортименты и ежедневные обновления Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены Магазины расположены в каждом районе города Титан 45 07 07 Здравствуйте в эфире первого городского проекта Место происшествия В студии Михаил Вагин смотрите в этом выпуске Пьяный, как обычно, не пострадал Четыре человека получили травмы в ДТП в деревне Першино Задохнулся в квартире В Слободском в пожаре погиб 9-летний мальчик-инвалид Похитила выпечку и молоко В супермаркете на улице Ленина камера зафиксировала женщину-воровку Разбил зеркало На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель автобуса не заметил иномарку и спровоцировал ДТП Четыре пассажира пострадали ДТП в деревне Першино Там пьяный водитель Форда вылетел за пределы трассы и врезался в дерево Подробности в рубрике «Обзор аварий» Авария произошла в субботу в 6 часов утра напротив дома 4А в деревне Першино По предварительным данным ГИБДД, 33-летний водитель Форда выехал за пределы трассы Машина опрокинулась и уперлась в дерево В аварии пострадало 4 человека – женщина и трое мужчин Два человека получили тяжелые травмы и их госпитализировали Как выяснилось, вероятный виновник аварии управлял машиной в состоянии опьянения Теперь ему грозит как минимум административная ответственность В поселке Мирный Оречевского района водитель «Шкоды Октавия» сбил пешехода По предварительным данным полиции, мужчина шел по проезжей части навстречу машине После аварии водитель скрылся с места ДТП, но его нашли и задержали Пешеход же от полученных травм скончался В Слободском районе столкнулись две иномарки – Toyota RAV4 и Mitsubishi Lancer По предварительным данным полиции, девушка-водитель кроссовера неудачно завершила обгон Она задела попутный ланцер, после чего вылетела в кювет Машина опрокинулась Вероятно, виновница аварии получила травмы, госпитализация ей не потребовалась На улице Ломоносова столкнулись малолитражка и заказной автобус 30-летний водитель Матиза столкнулся со встречной многотонной машиной Рулевой ДЭУ получил травмы, его не госпитализировали На советском тракте произошло ДТП с участием одного автомобиля По предварительным данным госавтоинспекции, 58-летняя женщина-водитель Лады Ларгус на пешеходном переходе сбила 20-летнюю девушку Пострадавшей медики оказали помощь На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной не разъехались два автомобиля – Нива и Хонда Аккорд По предварительной информации ГИБДД, 70-летний пенсионер на внедорожнике поворачивал налево, но не пропустил иномарку Предполагаемый виновник аварии получил травмы Михаил Вагин, Сергей Пичугин, место происшествия В Слободском в пожаре погиб 9-летний мальчик ЧП произошло в квартире на улице Загородной Известно, что ребенок был инвалидом Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка» По версии следствия, в квартире проживал отец ребенка с сожительницей и еще одним совместным малолетним ребенком В день пожара все члены семьи находились дома Задымление в комнате квартиры мужчина увидел, когда был в хозпостройках на улице Ему удалось вывезти из дома сожительницу с малолетним ребенком А 9-летнего сына из-за сильного задымления найти не смог Тело мальчика обнаружили уже пожарные По предварительным данным, ребенок был инвалидом с детства по заболеванию центральной нервной системы На учетах в спецорганах семья не состояла Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» Назначены экспертизы На улице Целковского в Кирове на парковке вспыхнула иномарка «Рено» У 11-летнего автомобиля сгорели покрышки Выгорел моторный отсек, обгорела панель приборов, закоптился салон Причиной пожара стала неисправная электропроводка Сотрудники пожарного надзора напоминают о необходимости постоянного контроля за исправностью систем и механизмов своего транспорта В супермаркете на улице Ленина камера зафиксировала женщину воровку Дама взяла в одном отделе выпечку и молоко ушла в другой конец торгового зала и переложила это к себе в сумку С места ЧП женщина ушла Если вы узнали ее, то позвоните по телефону 740-377 Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу Она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее Криминальные любовники Взяли матрасы, тряпки В подосиновском районе арестованы обвиняемые в убийстве 38-летней женщины Не только семейный скандал На улице Карла Липнихта сотрудники ДПС задержали сотрудника исправительной колонии номер 5 Увернулся от удара На трассе Вятков водитель седана не посмотрел в зеркало заднего вида и пошел на обгон Микрофинансовая компания Кредитка Выгодные займы без справок и поручителей Телефон 222-777 В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем В подосиновском районе арестованы обвиняемые в убийстве 38-летней женщины Погибшая Елена Замятина пропала 17 сентября Якобы она ушла из дома и не вернулась После возбуждения уголовного дела оперативники выяснили Что к исчезновению женщины причастен ее сожитель и его любовница Они совместно решили убить мать двоих детей Все подробности в нашем следующем материале Вечером в день убийства пока потерпевшая Елена спала К ее сожителю Александру пришла любовница Екатерина Женщина была серьезно настроена, чтобы избавиться от соперницы В процессе разговора она достала из помона такие то ли чулки, то ли колготки, я не понял И говорит, вот я решилась убрать то ли соперницу, то ли наши препятствия, вот что-то такое Пьяный разговор в итоге перерос в реальные действия Криминальные любовники решили задушить мать двоих детей На тот момент Александра даже не смутило, что его малолетние мальчики 7 и 8 лет останутся без матери Его беспокоило, как смастерить удавку Там кочегарки взял, две трубки там такие алюминиевые, металлические Ну и сделал какие-то, что ли, удавочки Начал тянуть здесь, вроде как-то она там присела туда на пол, начал тянуть, сколько я помню Судя по видео, душила женщину именно Екатерина Александр держал ее за руки и не давал вставать с дивана Когда она начала дергать руками, я как бы подъем ее И лежал руки на диван Когда 38-летняя Лена Замятина умерла, обвиняемые решили избавиться от тела Завернули и хотели нести Которки на силы не хватило Но обратно я развернули, я взял ее на плечо и понес в машину Ехали сюда В итоге убитую женщину вывезли за пределы подосиновца и скинули в заброшенный колодец Об исчезновении Елены Замятиной сообщила сестра погибшей Сожитель Александр все это время пояснял, что сожительница ушла из дома в неизвестном направлении И ему по этому поводу также ничего не известно 22 сентября во время допроса сожителя потерпевшей он дал органам следствия признательные показания Пояснив обстоятельства совершенного ими преступления Сейчас криминальные любовники арестованы, возбуждено уголовное дело по статье убийства Михаил Вагин, место происшествия Сейчас прервемся на короткую рекламу, смотрите сразу после нее Не только семейный скандал На улице Карла Липнихта сотрудники ДПС задержали сотрудника исправительной колонии номер 5 Вовремя остановился На улице Урискова пьяный спринтер бросился под колеса машины с камерой За эко-ярмаркой открылся новый торговый центр Мегаспорт Огромный выбор одежды, обуви, спортинвентаря Мегаспорт предлагает лучшее по низким ценам В гипермаркете представлена продукция ведущих мировых брендов одежды и обуви для спорта, отдыха и активной жизни Nike, Adidas, Puma, Reebok, а также один из первых монобрендовых магазинов в России Анта Зима близко, а значит пришло время утепляться Мегаспорт готов согреть тебя новой зимней коллекцией и приятными ценами Для всех покупателей действуют специальные предложения, скидки и бонусы Сейчас проходит акция «Доедь до эко-ярмерки и получи скидку 10% в торговом центре Мегаспорт» Например, кроссовки Nike стоимостью 5499 рублей можно купить на 500 рублей дешевле Просто приехав в торговый центр Мегаспорт за эко-ярмаркой Приходите за покупками и убедитесь, что у нас все мега, кроме цен Ждем вас по адресу улица Щорса, 79, за эко-ярмаркой, телефон 21-2106 В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем На улице Карла Липнихта сотрудникам ДПС пришлось вспомнить старую пословицу «На ловца и зверь бежит» Дорожным полицейским досталась нетипичная для инспекторов заявка «Муж бьет жену» Она хотела написать на агрессора заявление за побои Однако в этот момент к месту инцидента на десятке подъехали соседи девушки Водитель, кстати, он сотрудник Кировочепецкой исправительной колонии номер 5 Был явно на веселе Девушка рассказала инспекторам о проблемах с домашним тираном Якобы он чайником ударил ее по голове Однако взять от потерпевшей заявление у полицейских получилось не сразу Тем временем на место инцидента подъехала десятка Водитель был явно расстроен, что сотрудники ДПС заняли его парковочное место У водителя Максима выявили признаки опьянения Также удалось узнать, что он сотрудник УИС Пока аттестованный сотрудник колонии общался с инспекторами пассажиров, то дал интервью По словам Андрея, к полицейским он и друг подъехали, чтобы выполнить гражданский долг Если верить Андрею о том, что водителю нельзя управлять авто, он не узнал Я болею, то есть у меня там гейморит Не смогли проверить, да, то есть почувствовать Да, у меня гейморит, как бы, да, вот Несмотря на задержание водителя, Андрею было интереснее другое Мне просто интересно до сих пор, то есть не насчет друга, а что с девушкой случилось, как бы вот Почему она в крови, мне вот до сих пор интересно В это время Максим в патрульном автомобиле во всем обвинил сотрудников ДПС С каждой минутой Максим все больше возбуждался и в конце устроил истерику Сейчас сотруднику ИК-5 грозит лишение прав и штраф, так же наверняка его уволят с работы Михаил Вагин, Сергей Пичугин, место происшествия На улице Воровского камера зафиксировала, как водитель автобуса не заметил иномарку и спровоцировал ДТП Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор» На улице Воровского водитель автобуса решил перестроиться направо и не убедился в безопасности маневра На улице Диповской водитель 15-й выехал на перекресток и смутил владельца регистратора Ты че? Ты че? На трассе Вятков водитель седана не посмотрел в зеркало заднего вида и пошел на обгон На перекрестке улиц Лениной Милицейской автобус едва не сбил пешехода Эй, врача, по ногам ведь проедет Головой мужик мотает, я бы тоже мотала На улице Урийского пьяный спринтер бросился под колеса машины с камерой Чем выше труба, тем круче, так решил водитель классики на Октябрьском проспекте Как выяснилось, это японский элемент тюнинга По словам специалистов, при таких доработках выхлоп становится громким и резким На улице Кочкиной владельцу регистратора путь перекрыл дорожный знак Объезжать помеху молодой человек не стал, он убрал знак с дороги, чтобы избежать возможных ДТП В Слободском прохожие были в шоке, когда увидели на дороге верблюда Судя по видео, животное проголодало, съело ветки и листья деревьев Михаил Вагин, место происшествия На этом все, если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру Присылайте свое видео на наш электронный ящик mpkirovsobaka-inbox.ru Пишите к нам в группу ВКонтакте «Место происшествия Киров» А также звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02 Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Место происшествия Киров» В студии для вас работал Михаил Вагин Будьте внимательны и осторожны И увидимся на Первом городском Субтитры подогнал «Симон»